Оперативное совещание под руководством губернатора Вячеслава Федорищева началось с новых назначений в правительстве региона. Первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области назначен Сергей Карпов. Ранее он работал министром транспорта Республики Крым. Временно исполняющий министр лесного хозяйства и природопользования Самарской области стал Артём Ефимов. У него большой опыт работы в природоохранной сфере. Исполняющим обязанности главы Безенчугского района стал Дмитрий Вавилов. Одной из главных тем совещания стало начало отопительного сезона. В Самарской области неподключенными к отоплению остаются 12 домов, расположенных в областной столице. Тепло должно прийти в них уже сегодня, заявил губернатор. Людей тревожит объективно абсолютно, что не разрешена перекладка тепловых сетей. Причем это и приводит к конкретным неподключениям отсутствия тепла. И вообще концептуально у всех очень наболевший вопрос, а почему мы планируем свою деятельность, а потом ресурсоснабжающие компании так, что все равно осенью перекладываем трубы. Глава региона заявил, что в конце месяца состоится предметное разбирательство, где будут сформированы подходы к подготовке к отопительному сезону в следующем году. Еще одна актуальная проблема – своевременное обеспечение населения льготными лекарствами. Сейчас регион обеспечивает льготными лекарствами инвалидов, людей, имеющих орфанные заболевания, а также тех, кто перенес операции на сердце. По состоянию на 1 сентября численность лиц, имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках этой программы, составляет 25 тысяч человек и процент обеспечения более 99. Для них выписано и отпущено более 250 тысяч рецептов на сумму 217 миллионов рублей. В Самарской области необходимо правильно организовывать закупку лекарств, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. Сейчас есть случаи, когда торги проводятся слишком долго, и лекарства поступают к пациентам с сильной задержкой. Это очень показательный случай, когда мы в целом системно подходим не совсем корректно к своей работе. Первое – с точки зрения доведения средств. Конечно же, для правильной организации закупок в большинстве своем необходимо в начале года уже иметь возможность их закупать. Да, есть некоторые вещи, которые сезонные, но это не 40%. Мы говорили о том, что нам необходимо централизовать закупки в целом по системе правительства. Говорили об этом с точки зрения строительства. И, конечно же, в здравоохранении, где большой объем закупок идет. И разные учреждения, с одной стороны, по своим направлениям занимаются, с другой стороны, нам необходимо это централизовать. Губернатор распорядился, чтобы Министерство здравоохранения разработало план исправления ситуации. Его рассмотрят в ближайшие две недели. Андрей Бессонов, Виктория Шарая. События. Приск겼. Приск глаза.